В эфире Синюс ТВ программа ИТ-неделя. Главная новость мира высоких технологий за последние 7 дней. В студии Антон Крюков. Здравствуйте. Российским журналистам показали наследницу Висты. По данным аналитиков, с конца прошлого года капитализация российского ИТ-рынка снизилась на 78%. Крупнейший российский сотворитейлер может уже в ближайшее время закрыть до тысячи своих торговых точек. Посетители сайта компании Альфа-страхования подверглись вирусной атаке. Съемочная группа Синюс ТВ побывала в музее МГТС. Windows 7 доехала и до нашей страны. Во вторник в Москве журналистам показали пребета-версию очередной операционной системы Microsoft. Напомним, что ее американская премьера прошла месяцем ранее в Лос-Анджелесе. Чем же новинка принципиально отличается от Висты? Об этом мы узнаем со слов очевидца нашего специального корреспондента Ирины Шугуровой. Windows 7 все-таки стала официальным названием новой операционной системы Microsoft. И хотя представители корпорации считают ее эволюцией Висты, без революционных решений, похоже, не обошлось. Для конечных пользователей это, в первую очередь, устройство, поддержка большого количества устройств, мультимедиа, поддержка домашних сетей. Можно будет гораздо проще организовывать цифровой дом. Учитывает новая операционная система и требования современного бизнеса. В Microsoft предложили несколько программ для большего удобства управления компаниями. Такие технологии, как Direct Access, то есть это доступ к корпоративной информации без использования VPN, это branch cache, когда можно будет из, скажем, удаленного подразделения получать доступ к информации, не скачивая по 10 раз, а сервер будет кешировать эту информацию, клиенты будут получать в ней доступ и так далее. Но все же больше решений ориентировано на массового потребителя. В Windows 7 реализована поддержка самых современных технологий. Мултитач – это одна из новых технологий Windows 7, которая позволяет работать практически с компьютером с помощью рук. Разработчики Windows 7 учли и возросшую роль интернета, популярность различных социальных сетей, а также фото и видеобанков. Благодаря новому браузеру и Windows Live новые приложения уже будут интегрированы в операционную систему. Причем самое интересное, что если пользователь это все не нужно, он может это не инсталлировать. То есть все это будет загружаться с сайта и уже интегрироваться с Windows 7. Появится у российских пользователей и возможность получше познакомиться со столь малоизвестными технологиями, как распознавание речи и рукописного ввода. В Microsoft все еще стремятся сгладить эффект от неоднозначного приема висты. Поэтому заранее готовят реальных и потенциальных клиентов к возможным переменам. Учитывают в корпорации и нарекания по поводу не раз срывавшихся сроков выхода предыдущей версии Windows. Как мы и обещали, дата выхода операционной системы Windows 7 будет соответствовать трем годам с момента массовой доступности операционной системы Windows Vista. Напомню, это случилось 30 января прошлого года. Итак, первый показ Windows 7 на российском рынке наконец-то состоялся. В клубе Microsoft представители российского отделения во всех подробностях рассказали о нововведениях, обещая максимальную дружественность новой системы. Последнее же слово остается за пользователями. Как они примут эти разработки, покажет время. Ждать осталось недолго. Ирина Шугурова, Александр Медведев, специально для Синьюз ТВ. По данным аналитиков, с конца прошлого года российский ИТ-рынок подешевел на 78%. Прошедшая неделя выдалась урожайные нападения. Хотя некоторые компании все-таки смогли прибавить. Ростелеком вырос на 12%, ЮТК прибавил скромные 0,3%. А вот недавно вышедшая на биржу группа компании IBS потеряла больше половины стоимости. Если бы только она. Стоимость бумаг холдинга РБК с конца прошлого года снизилась на 91%. В списке лидеров падения также фигурируют Rambler и Comstar. Минус 87 и 84% соответственно. Причина такой неутешительной динамики – общая плачевная ситуация на рынке. На прошедшей неделе цена нефти на мировых площадках упала до 45 долларов за баррель. В России при этом сокращаются объемы производства и растет уровень безработицы. Крупнейший российский сотовый ритейлер – компания Евросеть – может уже в ближайшее время закрыть до тысячи своих точек. Сейчас ее представители ведут переговоры о снижении арендных ставок на торговой площади. Если этого не произойдет, компании придется сокращать количество магазинов. При этом на этой же неделе было заявлено о грядущем изменении фирменного стиля Евросети и принципов взаимодействия с покупателями. Новый слоган компании – Евросеть. Вот это сервис. Собственно, появится и дополнительный внутренний бренд – Евросервис, под которым ритейлер будет предоставлять определенный набор услуг. Концентрация на качестве обслуживания – вот основа новой стратегии, которая, по мнению Евгения Чичваркина, должна дать его детищу дополнительное конкурентное преимущество. Кстати, до сих пор не ясно, какую именно должность занимает Чичваркин в составе обновленного руководства компании. Сам Евгений сформулировал ее довольно абстрактно. Как угодно можно назвать, в роли тренера. То есть я выполняю все те же самые функции по договоренности с акционерами во время сделки. Пока же основатель самого крупного российского сотового ритейлера все больше внимания уделяет другой сфере. Недавно он согласился занять пост руководителя московского отделения новообразованной политической партии «Правое дело». Такая смена профессионального поля, пожалуй, не выглядит слишком удивительной в условиях современной ситуации на рынке, которую Чичваркин охарактеризовал в свойственной ему хлесткой манере. Если сейчас ситуация катастрофическая с продажами и весь сотовый ритейл работает в минус, то после Нового года будет вообще пи***ц. Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, вместе с роликом на компьютер незадачливого посетителя загружался Троян. Причем один из самых свежих. Сигнаторной базой Касперского он был занесен только 16 ноября. Получился эдакий каламбур. Благодаря вирусному маркетингу по сети распространялся вполне реальный компьютерный вирус. Сотрудники лаборатории Касперского оповестили о страховании об угрозе, но ролик успел еще сутки провисеть на сайте. Сейчас в компании ведется служебное расследование причин инцидента. Современный столичный житель музея особо вниманием не балует. Если в Третьяковку или Пушкинске хотя бы раз в жизни заходил практически каждый, то вот, например, в исторической экспозиции МГТС аншлаги дело крайне редкое. Впрочем, неудивительно, музей этот закрытый, что называется, для своих. А жаль, там есть на что посмотреть, ведь московскому телефону уже как-никак более 120 лет. На этой неделе руководство компании открыло двери выставки для журналистов. Алло, барышня, соедините меня. Именно так и никак иначе начинался телефонный разговор в начале прошлого века. Барышни быстро и ловко коммутировали между собой абонентов. Каждая сидела вот за таким агрегатом со множеством гнезд и штекеров. Кстати, телефонисткой могла стать только девушка из хорошей семьи, грамотная, вежливая и с железными нервами. Еще один нюанс. Контракт не позволял барышням выходить замуж до 30 лет. Цена за телефон была 250 рублей в год. По тем временам, в пересчете как бы на наши деньги, это было порядка 5000 долларов стоимость. Поэтому не каждый себе мог позволить такую роскошь, как телефон. И, конечно, первыми абонентами являлись высокие чиновники, купцы, промышленники, государственные театры. Музей МГТС единственный в своем роде. Его собирали по крупицам. Здесь каждый экспонат со своей историей. А главное – все в рабочем состоянии. Будь то раритет из красного дерева начала прошлого века, или совковый серый автомат внеземной сферической будки. Экспозиция интересна не только специалистам, но и тем, кто хочет изучить эволюцию телефонного аппарата. Каждый из этих услуг покрывает свою потребность, свои запросы пользователей. И фиксированная связь, конечно, она имеет свои преимущества. И она, я думаю, у нее хорошее, долгое, приятное будущее. Первые уличные таксофоны появились в столице в 1903 году. Их было всего восемь. Но именно тогда телефон стал общедоступным. В 70-е годы такие телефонные автоматы стояли в Москве уже повсеместно. И всего за 15 копеек можно было позвонить в любую организацию. Ну или с счастливчиком, у которых телефоны были уже дома. Скептики предрекают скорую кончину таксофонов. Но связисты только лукаво улыбаются на это утверждение. По их словам, уличный телефон не исчезнет никогда. Ведь он бессменный спутник мегаполиса. Жанна Мясникова, Александр Медведев, Синьюз ТВ. Такова была эта неделя. Я Антон Крюков. Оставайтесь на этом канале. Дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова